3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В преддверии памятной даты в городском Доме культуры состоялось торжественное собрание, где в адрес людей с ограничениями в здоровье прозвучало очень много самых добрых слов. И они заслужили их по праву. Искреннее уважение вызывает умение этих людей преодолевать трудности, радоваться жизни и поддерживать других, щедро делиться с ними своими оптимизмом и хорошим настроением. В зале городского Дома культуры со всего Славянского района собрались те, кто умеет не унывать, в каждом дне находить что-то хорошее. Глава Славянского района подчеркнул, что местные власти стараются сделать жизнь инвалидов более комфортной. Мы со своей стороны обещаем поддерживать и финансово, и материально, и, может быть, любые виды поддержки оказывать в плане вашего досуга. В плане любых вопросов, потому что их может быть очень много. Ну и главное, наверное, уметь слышать и уметь правильно понимать проблемы, которые есть, и последовательно совместно их решать. За активную жизненную позицию, за сотрудничество, взаимопонимание и милосердие председатели первичных организаций Славянского районного общества инвалидов и активные участники общественной жизни были награждены благодарственными письмами главы Славянского района. Это люди, сильные духом, которые умеют все и должны делать все так же, как здоровые люди. Они занимаются спортом, декоративно-прикладным искусством, художественной самодеятельностью, сами сочиняют стихи, их же и рассказывают в сцене, сами вышивают красивые работы, вяжут. Все, что делают здоровые люди, делают и инвалиды. Председатели сельских первичек отлично знают всех членов общества и проводят с ними активную работу. Моей личной первичке 70 человек инвалидов, но стараемся всем уделить внимание. Вот 5 декабря мы будем проводить у себя в ДК огонек, посвященный Дню инвалидов, в общем, в которые могут все, человек 40 приходят. Состоялась церемония награждения победителей конкурса художественного творчества инвалидов «Мы есть у тебя, Россия». Дипломом первой степени был награжден народный хор «Поющие сердца» Славянского отделения Всероссийского общества слепых. У нас совсем слепые люди ходят в хор, и они этим живут. Они радуются, улыбаются, и очень приятно смотреть, что люди живут этим, поднимают настроение себе, поднимают настроение всем. И с удовольствием выходят на сцену, сколько энергии, сколько всего они получают, адреналина. И когда уходят со сцены, они такие счастливые, что они сделали радость людям и себе. Наградили дипломами и других участников художественной самодеятельности. Артисты порадовали всех своими талантами. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин